Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня «Красная линия» представляет вашему вниманию специальный репортаж Дениса Берестова «Бумажный солдат». Почти три десятилетия нас убеждают в том, что экономические проблемы нашего государства может решить только частный бизнес. Однако эти же 30 лет и их результаты экономического развития доказывают обратное. Одновременно мы ничего не знаем о предприятиях другой формы собственности, коллективной формы собственности. Как оказалось, они чувствуют себя даже в условиях кризиса довольно-таки успешно и устойчиво. Почему это происходит? Об этом и о многом другом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня в нашей студии Дорохин Павел Сергеевич, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, фракция КПРФ. Грудинин Павел Николаевич, директор совхоза имени Ленина. Тарлавский Виталий Эммануилович, руководитель аналитического центра газета «Экономика и жизнь». Я предлагаю начать нашу беседу с просмотра фильма. На мой взгляд, он очень интересен, потому что это предприятие, о котором мы сняли фильм, было первым народным предприятием в Российской Федерации. Первым. И его опыт распространялся потом на все остальные. Давайте посмотрим. Начали. Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер. Сегодня принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве КАМАЗа, комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей. Этот самый крупный автозавод в мире будет выстроен в районе города Набережные Челны на Каме. Фрагмент информационной программы «Время» от 14 августа 1969 года. Всего через 4 месяца после решения партии правительства в декабре будет вынут первый ковш земли на площадке автогиганта. А еще через год, в 70-м, КАМАЗ объявят ударной комсомольской стройкой. Эта стройка не знает себе равных во всем мире. Она раскинулась на площади более 100 квадратных километров. За 11 лет Советский Союз выделит на строительство КАМАЗа более 8 миллиардов рублей. Это бюджет строек ЗИЛа, ГАЗа и ВАЗа вместе взят. КАМАЗ – Татарстан территория, который создает гигантно-заводный комплекс. За союзным ударным строительством номер один. В нем сломать, что КАМАЗа будет Набережные Челны. Они дадут життя заводу и городу, по яких нашли отчетки будут мерковать об нашем рабочем майстерстве. Первый день, все требуют КАМАЗа. Набережные Челны. КАМАЗ сдадут под ключ в феврале 81-го. А уже в июне в Набережных Челнах начнется строительство нового комбината. Стройку, в отличие от КАМАЗовской, не назовут Комсомольской. За нее не будут вручать почетные знаки отличия. О строительстве будущего комбината в прессе появится лишь небольшая заметка. Ни одна съемочная группа документалистов не будет приглашена отсветить эту стройку. Но главное, на возведение этого комбината Советский Союз не потратит ни единой копейки из бюджета. Нонсенс для 81-го года. Во времена так называемого Брежневского застоя все деньги будут взяты у государства в кредит. В приемной генерального директора Андрея Фомичева говорят практически шепотом. На совещании за закрытыми дверями страсти наколены. Капитал всему причина. Как тут Маркса не вспомнить? Деньги должны делать деньги. Ну, деньги будут держать, не работают. Ну что, нас пока не будет проекта, не будет оборудования. Все, делаем. Ну, то есть сделаем, ну, Андрей, сделаем, сделаем, сделаем. Для них деньги – это бумага. А бумага – деньги. Картонно-бумажный комбинат только звучит легковестно. Для набережных Челнов он не просто красивая упаковка. Одно из градообразующих предприятий. На совещании для тех, кто связан с производством бумаги, рвать или не рвать – вот в чем вопрос. Разрывать отношения с магистрами и затребовать возврата денег. Мы не перечисляли магистрами денег. Потребуем возврата денег, пока они не наладят это самое взаимоотношение с проектом зарезать. За два часа до совещания в 7 утра на окраину набережных Челнов один за одним съезжаются автобусы. Не стройными и совсем не колонными люди выходят из автобусов. Первая смена меняет третью. По главной улице, может, и с оркестром, но вот из этой песни уж точно слов не выкинешь. Пусть одно из них и слишком часто повторяется. Слово «народ». Удивительно, но и в России 21 века, давно ставшей на рыночные рельсы, возможно и такое. Трудовой народ идет по улице Народной к проходным, там, что ни на есть, народного предприятия. Ребята, в этих папках история нашего предприятия, народного. История большого комбината умещается всего в одной папке. Начальник юридического отдела Сергей Шипицын показывает главный документ набережной Челнинского картонно-бумажного комбината. Вот первый устав Народного предприятия принят общим собранием. Простой листок бумаги станет охранной грамотой предприятия. В 90-е от рейдеров, позже от произвола чиновников. Как это ни странно звучит, но комбинат не может купить ни одно ни физическое, ни юридическое лицо. Кто бы какие деньги не предлагал. Оно не продается. Зачем мы его оценим? Оздоровительный лагерь-бумажник – само воплощение судьбы большой страны. Комбинат начал строительство в 89-м, еще в СССР, закончил в 93-м, когда 15 республик стали самостоятельными государствами. Именно этому лагерю, таких было построено по стране тысячи, предстояло войти в историю новой России. Летом 98-го первый директор набережной Челнинского картонно-бумажного комбината Сергей Титов и известный российский автолемолог Святослав Федоров открыли всей стране глаза на то, как можно жить по-новому, если, конечно, вспомнить старое. Именно здесь, на территории пионерского лагеря «Бумажник», они всего за два дня написали новый закон – закон о народных предприятиях. Мы первые в России зарегистрировались 6 октября 98-го года в Министерстве Республики Татарстан. Вот первая свидетельность. В 98-м Сергей Шипицын обеспечивал юридическое сопровождение закону. Он, как никто другой, знает всенародные премудрости. Народным предприятием, высшим органом управления является, как и в обычном акционерном обществе, общее собрание акционеров. Буду кратко. Общее собрание акционеров ОСА. ОСА на народном предприятии – вот главный руководитель. Если что не так, укусит любого, даже директора. И никто не возразит. Она может присутствовать и на планерках генеральной директора. Ее решение обязательно для генеральной директора. Впрочем, что там планерки? На народном предприятии сам выбор директора зависит от самых простых рабочих. Рабочих – акционеров. Особенность его от обычного акционерного общества – голосование. Один акционер – один голос. Это сделано для того, чтобы, поскольку работников 90%, их голоса должны иметь существенную роль, или влиять на избрание генерального директора. Для генерального директора Андрея Фомичева прошедшая осень – одна большая избирательная гонка. Выборы пусть и не в президенты, но программу каждого кандидата здесь слушают предельно внимательно. Он встречается с коллегами, рассказывает, как он видит предприятие в будущем, сегодня, в будущем. Обещает, не обещает, золотые горы. Ну, та же самая нормальная, так сказать, идет предвыборная борьба. Это так похоже на большую политику. С одним отличием – ни вброса, ни подтасовки здесь быть не может. Все же друг друга на комбинате знают. Дается время для встречи с коллективами, и коллективы уже потом на собрание выбирают голосами, причем закрытое голосование. Андрея Фомичева выбрали практически единогласно. Теперь он в ответе за все на комбинате на ближайшие пять лет. Впрочем, если что пойдет не так, акционеры, то есть народ, поправят, имеют право. Контрольная комиссия, она может присутствовать и на планерках генерального директора. Отчитывается каждый год на общем годовом собрании, как проработало предприятие, если нарушение. Ее решение обязательно для генерального директора. Директор Фомичев решительным шагом идет по территории. Картонно-бумажный комбинат – это ведь только звучит как-то несерьезно. На самом деле бумажной волокиты здесь хватает. В прямом смысле – всем и каждому. Комбинат – это три самостоятельных фабрики, которые работают и днем, и ночью. Технологический процесс такой – это как прокатный стан. Если его разогрели, или доменная печь. Да, скорее всего, не мартена, наверное, доменная печь. Если ты ее погасил, то практически потом ее очень тяжело отпустить снова в работу. У нас то же самое. Спрессованные горы старых журналов, календарей, коробок, газет стремятся в небо. Это так похоже на объект современного искусства. Так начинается картонно-бумажная реинкарнация. Годовая программа – 1 миллиард 155 тысяч метров квадратных картонной бумаги. Или в тоннах – это 167 тысяч тонн. За сухими цифрами – миллион неалых роз, деревьев, спасенных. Комбинат строили с исключительным расчетом – макулатуру перерабатывать. Так что про них никогда не скажут. Лес рубят, щепки летят. Вы знаете, что мы макулатуру перерабатываем в 300 тысяч тонн в год? Объем годовой переработки макулатуры – 300 тысяч тонн, что сохраняет порядка 1 миллиона деревьев. Больших, взрослых деревьев. Фабрика «Гофротары» встречает сцены из западных боевиков. Повсюду мешки с белым порошком. Колумбийцев, правда, не видно. Ну, если вы думаете, что кокаин, то вы сильно заблуждаетесь. Это крахмал. На вопрос, для чего здесь крахмал, ответ очевиден. Он словно рекламный слоган. Просто добавь воды. Используется он для приготовления крахмального клея, который, в свою очередь, используется для изготовления гофрокартона. Почему крахмальный, а не силикатный, допустим, или какой-нибудь прочий синтетический? Потому что львиная доля упаковки, которую мы производим из гофрокартона, идет для пищевой промышленности. Потому что он экологически чистый и не может никому навредить. Вот оно, начало всех начал. Алексей Жуков, словно фокусник, на пальцах показывает, как получается гофрокартон. И в самом деле, ловкость, никакого мошенничества. Вот это помещение, звуковая кабина. Там происходит первичное склеивание плоского слоя первого. И, собственно, самой гофрейба, который назван гофрокартон. Вот этой волнистой, волнистого слоя бумаги. Дальше. Вот этот двуслойный гофрокартон поступает дальше. К нему приклеивается третий слой, который уже образует пространственную структуру, которая придает ему жесткость и товарный вид. По которому можно уже наносить и печать, высекать что-то, произвести какие-то сложные изделия, коробки, упаковку, тару. Дальше мы никуда не пошли. Мы поехали. Куда? Известно только ей одной. Той, которая нас везет. У нее своя и совсем не экскурсионная программа. Мы находимся на электродележке, на части транспортной системы. Автоматизированной транспортной системы. Транспортная система, которая работает на основе виртуальной модели. То есть она автоматически забирает заготовки необходимые и развозит по своим адресам. После один сплошной технический ликбез. Множество замысловатых операций и вот финал. Упаковывай не хочу. Ну вот она, с пылу жару. Вот молоко ультрапатизоризованное. Так. Чемогурский молочный завод. Вот коробка под майонез. В конце этой экскурсии Алексей Жуков оглянется и признается, рано бы приехали. Ребята, приезжайте сюда через полгода. Вот здесь не будет этого человека. Здесь будет стоять японский робот. Но мы не поступим, как поступили бы капиталистические предприятия. Этот человек не будет уволен с работы, не будет сокращен. Этот человек будет исполнять более важную функцию. Его функция будет следить и работать над качеством. А в тупую работу пусть делают роботы японские. То, о чем на фабрике гопротары пока только мечтают, на бумажной уже обыденная реальность. Это наша гордость. Это робот Акура японской компании. Акура оказался жадным. Вначале за денег. Он стоит порядка 20 миллионов рублей. А потом и до работы. Мы увеличили производительность почти на 20%. То есть он работает и зарабатывает. И есть не просит. Директор Фомячев уверяет, народные деньги нужно обязательно тратить. Тратить и не скупиться. Народная поговорка. Скупой платит дважды. Каждый год порядка 10 миллионов евро вкладываем в развитие. Это покупка новых технологий, это замена морально-физически изношенного оборудования. Постоянно как бы в тренде в таком должны находиться. Это так похоже на большой рулон киклинного полотна. Но мы же не на сказке в фабрике. Мы на бумажке. Собственно говоря, вот из этого будет готовлен кинемент всем нам знакомый. Сразу догадаться, что получится из этой бобины не так уж и легко. Подсказка кроется в названии фабрики. Это собственно то, из чего будет сделана туалетная бумага, которую мы видим в магазинах, на прилавках. То есть это наш повседневный объект пользования. Вот из этой большой бобины? Да. Сколько маленьких рулончиков? Здесь порядка пяти тысяч рулонов. Здесь 17 тысяч метров. 17 тысяч метров перематываются в 23 вот таких лога, похожих на рулон обоев. Дальше начинается сплошная резня на пять тысяч маленьких рулончиков. И каждый из них обязан пройти ОТК. На этом участке контролируется срез рулончика. Нам важно, чтобы продукт выглядел качественно, и мы за этим следим. А, это брак. Это да. Да, такая бумага нам не нужна. Нам нужна вот такая бумага. Упаковка на комбинате своя, родная. Фабрика Гафратары поставляет. Коробки едут по конвейеру на каждой надпись, которая заставляет задуматься о многом. На коробке написано защищено законом остерегать из подделок. Но это сделано не зря. Страна наша славится хулибиными. И они находят всякие способы, подделывают ее. Директор Фомичев всю иронию о подделке туалетной бумаги убивает экономическими выкупками. Прибыль комбината складывается из двух составляющих. Продажа упаковки и продажа туалетной бумаги. И очень сложно предсказать, какое производство прибыльнее. У нас были времена, когда гофротара тащила предприятие. Были времена, когда туалетная бумага тащила предприятие. Весы. Вот такие. Да? Конечно, идеально, когда 50 на 50. Но сегодня чуть-чуть туалетная бумага побольше, чем гофротара. Но два года назад туалетная бумага тащила в основном. А 10 лет назад гофротара тащила, так сказать. Были проблемы с туалетной бумагой. Гофротара на картонно-бумажном словно индекс Бикмака. Чем стремительнее развивается отечественное производство, тем более востребована упаковка. В этот год бюджет предприятия, скорее всего, вытащит на себе туалетная бумага. Ей кризис не страшен. Директор Фомичев рассказывает об экономических показателях, но, кажется, даже во время интервью в уме считает упущенную выгоду. Если брать в целом предприятие, то мы жадные предприятия. Если брать с точки отношения к своим акционерам, а каждый работник – это акционер, это не наемный работник, это акционер, то мы не жадные. Мы зарабатываем деньги, у нас получается прибыль. Мы делим на три фонда. Фонд развития производства, сумма пополнения оборотных средств, фонд акционирования. У нас очень большая социальная программа. Вот это как рассматривать, жадность или нет. Первый день зашел я в этот цех. Осенью, в 86-м году, в октябре месяце. Владимир Шелепов на комбинате с момента его основания. Сегодня вместе с ним работает жена и два сына. Старший Андрей пришел в 2008-м, младший Алексей после армии даже и не думал, куда идти работать. Единственное предприятие, по крайней мере, в городе, которое я знаю, о котором достойно оплачивают. И, по крайней мере, стабильность какая-то хоть. На КАМАЗе сейчас тоже не особо дело обстоит. Но как-то все равно ближе. И родители тут работают, и брат тоже тут работает. У Алексея мечта построить свой собственный дом. Где взять начальный капитал, он знает. У своего комбината. Система помощи молодым семьям на приобретение жилья. То есть дается определенная сумма. Ну, собираешь, соответственно, документы. Это все на рассмотрение уходит. И потом собирается комиссия, комиссия решает. То есть если, да, действительно человеку требуется жилье там, с ребенком и все такое, ему предоставляется сумма. Директор Амичев называет среднюю зарплату на комбинате. Для набережных Челнов она астрономична. Да что там Челны? Она даже выше средней зарплаты по Москве. Я вам говорю, среднюю зарплату по комбинату больше 50. Он приближается к 60 тысячам. У нас есть три премии, которые выдаются, материальные выплаты, которые выдаются три раза в год. То есть к дню предприятия, к дню леса и вот в декабре. К новому году. Три премии в год плюс дивиденды по акциям. Количество акций у всех разное, зависит от размера заработной платы. Блокирующих решений одним акционером здесь быть не может. И просто физически не может быть контрольного пакета акций. У нас генеральный директор на предприятии не имеет даже одного процента акций. По закону можно, работник акционер, иметь не более двух процентов, по закону не более пяти процентов всего количества акций. А у нас генеральный директор самым высокооплачиваемым и вот получает менее одного процента. Самый высокооплачиваемый сотрудник на комбинате тоже ограничен в своей зарплате. На комбинате ни для кого не секрет, сколько получает генеральный директор. Все вместе голосовали за этот закон. Особенность еще генерального директора в том, что он, его зарплата, это изюминка закон народа в предприятиях, не может превышать 10 раз среднюю зарплату работника, обыкновенно работника комбината. Вслух сумму годовых дивидендов по акциям никто, конечно, не озвучивает. Но то, что можно на них приобрести, впечатляет. Люди обеспечивают квартирами своих детей, себя. Ну, то есть... Такие большие дивиденды? Ну, это не за раз дается все. Допустим, за несколько лет человек способен, который давно работает, квартиру купить своим детям, допустим. Это все решаемо. Юрист Шипицын, стоя у доски с маркером, подсчитывает сумму, которую предприятие выделяет пенсионерам. По закону народного предприятия, выходящие на пенсию, обязаны продать свои акции комбинату. Вот он какой! Золотой парашют по набережной Челнинске. Работник-акционер получает выкупанную стоимость в сумме более 1 миллиона рублей. Более 1 миллиона рублей. В 300 метрах от комбината четырехэтажное здание. Время обеденного перерыва. В поле каждого встречаются с фужером молочного коктейля. Это профилакторий комбината. Главврач Фаргат Хакимов озвучивает общую сумму, во сколько обходится комбинату содержание учреждения. Вот затраты, значит, комбината где-то в пределах 25-30 миллионов. Утёвка на 16 дней стоит 32 тысячи рублей. Работники за лечение процедуры не платят. Комбинат берёт на себя все расходы. Если на комбинате у нас 1700 с лишним работающих на сегодняшний день, в год профилактория может принять 780 человек. Из этого расчёта в два года раз каждый работник комбинат может бесплатно пролечиться в нашу санаторию профилактории. Главврач Хакимов перечисляет и перечисляет затратную часть. Вот аппарат натяжения позвоночника стоимостью 400 тысяч рублей. В профилактории таких два. А вот процедурный кабинет. Таких услуг ни в одном платном санатории не окажут. Отличие нашего санатория в том, что на каждого работника, который отдыхает здесь в день, выделяется отдельной статьёй 100 рублей на медикаменты. Чистыми на медикаменты только. Это нигде, ни в каком санатории вы не получите этого лечения. Николай Петрович на комбинате поработал всю жизнь. Последние 7 лет берёт путёвку раз в год. Это уже традиция. Да, это коммунизм. У нас на комбинате не то, что СССР, а настоящий коммунизм. У нас народное предприятие. Всё принадлежит нашему коллективу. И всё делается для людей. Генеральный директор Фомичёв в народном предприятии видит совершенно другой политический строй. Но смысл от этого не меняется. Заработанное всеми вместе тратится на всех. Это называется, я считаю, наверное, даже народный капитализм. Тут, как сказать, меня один человек спросил, это у вас как коммунизм. Я говорю, нет, это народный капитализм. Потому что мы приходим, зарабатываем, и то, что заработали, соответственно, пользуемся этим благами. В Европе таких предприятий в Америке, в Германии, в Италии, во Франции достаточно много, где часть акций переделывается работникам. Не все 100%. У нас уж, можно сказать, мы постарались сделать идеальную форму, вот как вот должно быть. По закону, 25% акций могут находиться на стороне, сторонних собственников. Но минимум 75% должны находиться у работников. У нас все 100% находятся у работников, и уставом это прописано. Это нормальное явление. Люди должны работать на себе. У нас занимается примерно 700 человек. Самые талантливые наши звезды вот здесь у нас на стенде. здесь наши достижения. Конечно, это малая часть того, что у нас имеется. Ольга Галякова – директор Дворца культуры «Бумажник». Его содержит тоже картонно-бумажный комбинат. В ДК более 30 кружков. Вот урок бальных танцев. Такому залу завидуют даже в столице Татарстана. Между прочим, у нас здесь уникальный паркет в зале. Когда паркет клали, из Кореи привезли корейскую сосну. Да, такого зала нету больше нигде. Обратите внимание, девочки танцуют. На каблуках специальные насадки. Мы не пускаем сюда никого в обычные обуви. Вот даже я сейчас нарушаю правила, которые сама здесь устанавливаю. Через дорогу от Дворца культуры спортивный зал. И тоже бумажник. И опять комбинат вкладывает бумажные деньги в золото будущих звезд. Нафис Хазеев серебряный призер чемпионата мира по армбрестлингу среди юниоров. Его победа это победа комбината. Да, они оплатили финансирование, помогли. Слушай, никогда я себе не прощу, если с тобой не поборюсь на руках. Пойдем? Пойдем. Толь никогда не боролся с призером чемпионата. Ну ладно, хватит сразу ломать стариката. Вот это первый, а вот второй связывают нас по рукам. Го! И тихонько. Нет, тихонько надо было подержать. Да ладно, это бесполезно просто. Против парней, которые спонсируют народное предприятие, бесполезно. Нет, реально очень помощь, да. Народное предприятие помогает. И благодаря картонному бумажному комбинату мы уже с 2000 года полностью здесь и занимаемся. Картонно-бумажный сегодня очередь на год вперед. Присылают резюме и ждут. Вдруг повезет. В набережных челнах каждый знает, работать на этом комбинате значит быть стабильным в нестабильное время. Те, кто работает здесь, не могут понять, если им хорошо, почему нельзя сделать так, чтобы было хорошо многим. А это уже к верхним политикам, пожалуйста, вопрос. Почему не дают развить народное предприятие? Почему зажимают? Вот я тоже поражен. Серьезно говорю? Я думаю, вот такие предприятия должны расти, как грибы, так, а почему-то не получилось в этой ситуации такую форму собственности надо развивать. Андрей Фомичев постоянный участник съезда руководителей народных предприятий. Опытом успеха готов делиться со всеми. Вот только закон о народных предприятиях давно устарел. Написанный в 98-м прошлого века в 21-м не выдерживает уже никакой критики. В том законе 115-м ФЗ, который сегодня существует, там больше прописано, когда проходила приватизация. То есть а в сегодняшних реалиях есть предприятия, которые, ну вот, они приватизированы, они в частных руках, и руководители, может быть, даже готовы, так сказать, пойти какую-то долю своей собственности отдать работникам, но алгоритма не прописано, как это делать, чтобы это все было на законных основаниях. Ну, скажут, извини, парень, это... нигде этого нет, законе это не прописано. За тысячу километров от Москвы Фомичев надеется, что его и десятки таких же руководителей народных предприятий услышат на самом верху. Ну, успешные они, и все тут, и готовы рассказать про свой успех, и научить других, была бы воля, политическая. Народная уже давно за. Юрист Сергей Шипицын в своей папке бережно хранит листок бумаги. Незрачный бумажный солдат охраняет картонно-бумажный комбинат в набежных челнах уже 18 лет. Охраняет то, что принадлежит народу, и то, что у него теперь никогда никто не сможет забрать. Что бы ни случилось. У меня вопрос ко всем присутствующим здесь. В 90-е годы, даже в конце 80-х, в 90-е, особенно, промышленные предприятия очень серьезно акционировались, если вы помните. Раздавались рабочим акции. Пытались их вовлечь в участие в производстве. Люди думали, что они начали быть хозяевами. А потом вдруг раз, и все это исчезло. Почему это произошло? Павел Сергеевич. Была специально подготовлена команда Гайдара, Чубайса, которые тогда возглавляли экономический блок правительства. Схема, при которой можно было бы за бесценок огромную собственность общенародную фактически приватизировать узкой группой лиц. И законы, и схемы, чековые аукционы, и приватизация форма А, форма Б. Все это делалось из того, что вот советское проклятое прошлое, как они говорили, должно быстро быть забыто. Чем быстрее в любой форме приватизирование, уже хорошо. Но это писали определенным лекалам с зарубежных друзей, прежде всего, из США, которые советниками сидели у них же в министерствах. И главное, чтобы контролировала небольшая группа лиц, которые потом превратились в олигархов. То есть, начали вот так называемую приватизацию или перестройку экономики не с того, как, например, начинал Китай, когда он прежде всего дал сначала кооперативные движения развиваться, потом, значит, привлек зарубежные инвестиции, но стратегические предприятия и командные высоты были в руках государства. А тут наоборот, начали со стратегических предприятий передачи максимально быстро в узкой группе лиц. Павел Николаевич, вот смотрите, владельцы этого предприятия, да, сегодня, если сказать, продай акции, я сейчас в управление возьму, или вашего предприятия, предположим, наверняка у них реакция будет другая. Почему в то время владельцы акций так свободно это все отдали? В чем дело? Почему человек, вот этот человек вряд ли отдаст, а тогда вот свободно это было? Или я ошибаюсь? Во-первых, должны понять, что на самом деле это предприятие особое, но если задать несколько вопросов, они не смогут на них ответить, потому что они действуют, наверное, не благодаря, а вопреки действующему законодательству. И как идет перераспределение акций у них, вы показали только одну часть, пенсионер свои акции может и должен после того, как он ушел, продать, хотя это противоречит закону. Собственность можно только решением суда. Регламентируется уставом у них? Нет, это невозможно регламентировать уставом, это противоречит закону. А вот как они перераспределяют эти акции вновь прибывшим работникам, это отдельная тайна, о которой сейчас не рассказали. Но я вам хотел сказать другое, что только 15% граждан в мире хочет быть акционерами и хочет управлять предприятием. Большинство хочет просто получать нормальную заработную плату и не участвовать в этом. Вот пример того же завода Volkswagen, который был приватизирован и разданной акцией через несколько лет. Все акции были, больше 90% были переданы рабочими, опять же проданы. Вот в этом очень интересная вещь. Вы помните, в 93-м году после указа президента Ельцина о реорганизации сахозов и колхозов все получили доли и паи. И 7% предприятий получили не доли и паи, а акции. Но потом эти акции в 2002 году после выхода закона об обороте земляческого значения и доли были практически скуплены. Потому что граждане не хотели быть скажем так хозяевами, а хотели быстро получить что-то. Кто за холодильник, кто за, в зависимости от того, где находилась эта земля, а некоторые до сих пор этими паями вроде как владеют, но не пользуются, потому что невыгодно было заниматься сельхозпроизводством. И поэтому там, где черноземы или там, где, например, близко к Краснодарский край, Ставропольский край, там быстро произошла, скажем так, консолидация больших пакетов акций, которые бы были проданы. Если вы говорите о приватизации, помните эти ваучеры, да? Конечно, помню. И этот известный вопрос, а ты вложил? И все понимали, что ты вложил. А потом были огромные, скажем так, типа МММ компании, которые консолидировали, обещали какие-то дивиденды, помните там Холд, ну, различные там хоперы и все остальные, которые консолидировали, а потом, грубо говоря, оставляли всех владельцев ни с чем. Ну, это понятно. А на это приватизировали предприятия. Это был такой хопок. А дальше нужно понять, что для чего стать акционером нужно? Для того, чтобы управлять предприятием, немногие этого хотят. Люди хотят получать дивиденды. А поскольку дивиденды, особенно в то время тяжелая была вещь такая эмфемерная, все реально просто продавали их от бутылки водки до какого-то небольшого количества денег. Ну, очевидно, это было связано с тем, что, в принципе, мы не знали вот об этих отношениях всех, акционерных и так далее. Вот акционер. Я вам сейчас вопрос задам, а вы попробуйте на него ответить. А вы хотите быть акционером убыточного предприятия? Нет, конечно. А если большинство, например, сельхозпредприятий стало убыточными в то время, помните, да? Я согласен. То где мотивация была граждан? Абсолютно правильно. Так. Дальше вопрос. А что такое консолидация акций? Вот тут вот директору удалось добиться интересной вещи. Он добивается ежегодного, пятилетнего избрания, и над ним только общее собрание, которое собирается там раз в год. А дальше все зависит от его совести. Нет, он под контроль на общее собрание. Это миф. Объясню почему. И там есть контрольный орган избираемый. Это все мифы. Я просто рассказываю вам, что на самом деле будет происходить. Если директор станет работать не на предприятии, а на себя, то он это сделает в легкую. Даже вы не заметите этого. Давайте мы у Виталия Муниловича спросим об этом. Виталий Мунилович, вот в конце автор сказал, вот это предприятие у народа никто не отнимет. Реально как? Можно отнять сегодня, по сегодняшнему изглавливанию или нет? По действующему закону реально, если акции находятся у трудового коллектива, у них практически 100% акций. у трудового коллектива. То это предприятие можно только банкротить, но при условии, вы понимаете, если у них нет доходов, если они в убытке, в убытке, в убытке, в убытке. Но на самом деле это не происходит. Почему это не происходит? Потому что здесь есть реальный интерес у трудового коллектива. Потому что действительно у предприятий, которые работают по 115 ОФЗ, каким бы уже действительно устаревшим и нуждающимся в модернизации не был этот закон, действительно такие предприятия вполне в состоянии выдерживать даже вот те кризисные ситуации, которые сегодня сложились в нашей экономике. Я бы хотел обратить внимание вот еще на что. Почему в 90-е годы не сложилось? Вспомните, какие были колоссальные задолженности по зарплате. Я помню со Святославом Николаевичем Федоровым, одним из инициаторов этого закона, мы как-то говорили, и он сказал, а ты понимаешь, если в глубинке люди не получают месяцами зарплату, если ему предлагают унитаз, который производится на предприятии, вместо денег он не может купить ни молоко, ни конфетку, ни хлеб для ребенка. Он, конечно, отдаст все те акции, которые он получил в соответствии с теми законами и с теми формами приватизации, которые тогда были. Это была одна из форм того, чтобы заставить массово отдавать. Ну и, естественно, СМИ здесь очень сильно тогда постарались. Они действительно убедили, что Чубайс прав, когда говорит, что работники могут только проедать, то есть, по сути дела, не могут становиться акционерами. Теперь задача СМИ, насколько я понимаю, в обратном раскрутить вот эту форму собственности, ну, по крайней мере, дать людям достоверную и неискаженную информацию, что есть на самом деле сегодня. Я вам вопросик задам. Вы сказали о том, что как директор решил, так оно и будет, очевидно. Вы практик, ваше предприятие действительно передовое. Экономика это взаимоотношение между людьми. Хорошие люди, хорошая экономика. Негодяи, она будет негодейской, по большому счету. Вы хотите, что сказать, что в том числе и ваше предприятие, и другие народные предприятия зависят только от одного человека, что коллектив не влияет на вас? Нет. Вы должны понять простую вещь. Есть огромное количество честных людей, которые не являются лидерами по натуре. Это понятно. И всегда они идут за лидером. Конечно. А если лидера нет, начинается разброд и шатание. Это было известно из любой истории, в том числе и из новейшей. Я вам пример приведу. Все предприятия в 93-95 году все хозяйственные были, ну скажем так, приватизированы. У всех появились равные доли. Вот у нас было 526 акционеров. Рядом находились колхозы, которые все были коллективно-совместной собственностью еще до того, как организовалось это предприятие. И что с ними произошло? Когда акции распылены, то возникает очень нехорошая ситуация, когда приходят так называемые рейдеры, причем они всегда поддержаны государством, но не государством, а чиновниками, которые имеют так называемое желание захватить это предприятие. И вот когда акции распылены, а им говорят, слушайте, а хотите по 200 тысяч рублей, прямо сейчас, вам ничего не нужно делать. Да, у вас написано в уставе, что вы не можете продать никому, кроме самого предприятия, либо рядом стоящему акционеру, а мы не будем у вас покупать. Вы только доверенность дайте на голосование в собрании. А еще дайте, не хотите доверенность, подарите нам эти акции. Вы же можете подарить. В законе это не запрещено. И законодательство было настолько, ну скажем так, противоречиво в это время, что все колхозы и совхозы, которые находились рядом с нашим предприятием, различными путями были захвачены рейдерами. Кому-то давали 100 тысяч рублей, кому-то обещали там золотые горы, что мы вас не оставим, значит, будем все время выплачивать. И все спокойно передавали свое право голосования, а потом приходил человек, который садился и говорил, так, а теперь я голосую, у меня 80% голосов. Кто там новый директор? То есть вот этот директор, который, а мы его сейчас снимем и поставим другого. Потом менял еще одного директора, потом менял устав, а потом выкидывал всех этих работников на улицу, и в результате вместо полей возникали коттеджные поселки и все остальное. Я говорю о другом, о том, что государство, его главной задачей было поддержать вот такие предприятия и оградить от рейдерских захватов в принципе. Вы, например, в Китае приводили. Конечно. Вот четкое понимание того, что при всех формах собственности останется только сельхозное производство или только, например, вот это вот. Потому что у нас в центре Москвы огромное количество предприятий, вы их видите, да, было захвачено, и вместо заводов и фариков что получили? Торговые центры. Торговые центры. Павел Сергеевич, вот мы знаем, что сейчас вы в Компартии Российской Федерации занимаетесь этой проблемой. Недавно съезд у вас прошел в Торгово-промышленной палате. Форум. Форум, да, руководителей народных предприятий. Виталий Монавилович, не даст соврать, что за все годы существования закона ни одной поправки в этот закон о народных предприятиях внести не удалось. Что стояли люди порой в этих комиссиях, которые определяют, стеной. Как вы считаете, сейчас удастся это сделать? Сейчас удастся обратить внимание на опыт этих предприятий и мировой опыт, который есть? Есть ли он вообще опыт народных предприятий мировой? Я думаю, сейчас как раз наступило то время, когда нам удастся сдвинуть вот этот камень, который лежит на пути развития народных предприятий и вообще системы демократических форм хозяйственных народных, коллективных, кооперативных предприятий. Форум же вопрос ставил шире о необходимости первое создания союза коллективных предприятий, о поддержке федеральных целевых программ. Потому что то, что говорил и директор фабрики картонно-бумажной фабрики набережной Черны Фомичев абсолютно прав о том, что у нас эта форма не пропагандировалась. Пропагандировалась форма быстрого, так сказать, привлечения акций, средств, быстрого, быстрые наживы, быстрого получения дивидендов и, в общем-то, в карман лично хозяину. Абсолютно прав Павел Николаевич о том, что любой закон несовершенен и можно недоброжелателю или злоумышленнику пользоваться, допустим, лазейками в законе. Вопрос, насколько форма этих законов более надежна или менее надежна. Форма народных предприятий по сравнению со всеми минусами и несовершеннен законами, она более надежна и дает больше гарантии противостояния, так сказать, рейдерским захватам и другим формам отчуждения, перевода денег в офшоры и так далее, чем любая другая форма. Поэтому в этом плане она не абсолютная истина, но она более надежна именно и для работников, и для руководителей предприятия. Другое дело, что мы сейчас выступаем, вот второй пункт программы форма, именно популяризация, федеральная программа соответствующая. И, что очень важно, по итогам форма мы обобщили документы, которые руководитель фракции КПРФ, Госдумы, лидер партии Геннадий Ричзуганов накануне Нового года, 29 декабря, передал президенту. Президенту страны Путину, где обобщил опыт и предыдущих народных предприятий, и закон о народных предприятиях 115-го, и предложил президенту рассмотреть вопрос о проведении отдельного заседания Госсовета, популяризации таких. И у президента отторжений не было. Он выслушал внимательно и сказал, что в ближайшее время это рассмотрят. Так что возможно, что такой Госсовет не за горами. И именно работа КПРФ здесь направлена на то, чтобы популяризировать эту форму, потому что мы в принципе за многокладную экономику. Конечно. Но она бы состояла с одной стороны верхней звено стратегические государственные предприятия, акционерные предприятия, где государственной части 50 и больше процентов. Средние, это на уровне средних предприятий, выше малого бизнеса, например, народные предприятия, а также малый бизнес и индивидуальные частные предприятия. То есть мы за уголокладную экономику. И вот исходя из этого мы популяризируем. И второй момент. Мы специально сейчас готовим к примеру ЦК КПРФ в нашей партии, которая состоится 26 марта и будет посвящен именно специализированно теме народных предприятий. Мы приглашаем туда свыше 40-50 директоров народных предприятий, которые могут поделиться опытом. И не только перед делегатами и членами ЦК КПРФ, но также мы приглашаем журналистов, представителей прессы. Будет прямой эфир. Выступит и наш лидер Зюканов, и многие руководители предприятия. Таким образом, мы хотим создать определенный такой пропагандистский настрой. Что в условиях кризиса, почему еще очень важно, именно они наиболее выживаемые в условиях кризиса. оказались наиболее ремесабельные. И мы хотим сейчас об этом напрямую поведать еще раз населению, народу, тем руководителям предприятий, которые готовы или заинтересованы преобразовать свои предприятия по схеме народных предприятий. Павел Николаевич, недавно совсем у вас собрались, как говорил Павел Сергеевич, что типа с президентом там все в порядке будет. А вот у вас собрались на совещание представители трудовых коллективов. Там была представлена программа из 10 пунктов, в которой пятый пункт, если я не ошибаюсь, это именно поддержка и создание расширения опыта народных предприятий. Вы общаетесь с производственниками, сельскохозяйственными, промышленными. Форум у вас проходил. Как вы считаете, есть поддержка этому движению или нет? Ну, давайте так, есть поддержка снизу, это 100%. Вот совещание это показало, да? Потому что все, что там говорили представители трудовых коллективов, это все можно нести к поддержке пятого пункта этой программы. Потому что действительно, Павел Сергеевич прав, что народные предприятия не выходят, деньги в офшоры не выводят. Они работают и вкладывают все деньги, которые зарабатывают на той территории, на которой они живут. Чего, в общем-то, не хватает нашей России. Потому что вы посмотрите, что происходит. мы же создали какой-то класс олигархов. Недавно сказали, что Москва это третье по количеству миллиардеров долларов. Это народные деньги, которые были за эти 20 лет перераспределены в пользу каких-то групп, группировок, олигархов. Я, кстати, не разделяю оптимизм Павла Сергеевича в том, что Владимир Владимирович Путин услышал что-либо. Знаете, когда шла предвыборная кампания, Геннадий Андреевич Зюганов говорил, ну, и вся партия говорила о том, что нужно вводить прогрессивный налог. И даже добился того, что Владимир Владимирович сказал Путин о том, что надо об этом подумать. Но как только выборы закончились, думы об этом прекратились. И я думаю, тут совершенно другая ситуация должна возникнуть. Надо выиграть выборы и надо поменять законодательство. Потому что основы основ, конечно, изменение 115-го закона, об этом и Фимичев говорил, но вообще нужно все законодательство перекроить под эту мысль. Потому что не должен Гражданский кодекс Российской Федерации противоречить этому закону. Если в Гражданском кодексе, в других кодексах, а также в судебной практике появится понимание того, что нужно поддерживать народные предприятия, что их нужно оградить от рейдерских захватов, что нужно сделать так, чтобы деньги, которые они вкладывают на территорию, были не облагались огромными налогами. Вы знаете, что, например, если ты построишь сейчас школу, детский сад, что угодно, и передаешь муниципалам, ты отдаешь 18% сразу НДС. Ты должен заплатить деньги, то есть ты вложил деньги в детей, еще во что-то, так ты еще и государство должен за это заплатить. Государство не то, что не поддерживает, а нагрубит всякую эту инициативу. И вот тут надо полностью поменять налоговое законодательство, гражданское законодательство, закон бы глава угла и сделать народные предприятия, чтобы они реально были защищены со всех сторон. Вы помните, как про Ивана Ивановича, Мариэл, директора совхоза Звениковский, Геннадий Андреевич Зюганов рассказывал, пришлось собрать коммунистов всего по Волжье, чтобы защитить это предприятие. И только благодаря вмешательству КПРРФ, это предприятие, народное предприятие, было не разорвано на кулачки и не уничтожено. Я вам скажу, одну тайну открою. Когда мы сделали о нем сюжет на нашем канале, мы много говорили об этом, большую часть эти люди оказывали, он взял этот сюжет, отвез его в Следственный комитет и буквально посмотрев это дело, с уголовными делами против него было бы Но это ненормально. Это ненормально. Абсолютно ненормально. Когда берут директора народного предприятия, возбуждает по нему надуманное уголовное дело, после этого крутит его там, как сейчас крутят того же каменщика, и потом отдают, скажем так, когда он подписывает все документы, выпускает, как будто ничего и не было. Вот это нужно вообще прекратить в стране. Поэтому, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что эта идея хорошая, но воплощением этой идеи должно быть изменить законодательство, а потом различная практика, потому что не может быть, что директором любого предприятия, его главным начальником является следователь, который может сделать с ним все что угодно. Виталий Виталий отвечать уже, так сказать, непосредственно на вопрос, я бы хотел сказать, что все-таки вода, вода, камень точит, хотя это не вызывает очень большого оптимизма, но в статье 66 Гражданского кодекса, вот уже в последней редакции, там появилась формулировка народные предприятия, акционерные общества, работников, то есть это относится к категории тех организаций, которые могут действовать по своим отдельно принятым федеральным законам, то есть это первый знак того, что формулировка народные предприятия становится легитимной в нашем законодательном праве, скажем так, это сказано в Гражданском кодексе, это первое. Второе, ну мы же с вами прекрасно понимаем, что в общем-то вся наша экономическая политика на сегодняшний день ну никак не заточена на то, чтобы сделать ну скажем так результаты труда справедливо распределенными, чтобы наша экономика действительно работала на интересы общества и через эти интересы удовлетворяла интересы каждого. Мы же это с вами прекрасно понимаем. То есть вот обратите внимание, вот на западе, на западе, да, там если предприятие, вот в английском законодательстве, если предприятие действует в ущерб, в ущерб государству и обществу, то там вполне можно это предприятие закрыть, возбудив там соответствующие дела по суду. У нас есть хоть один прецедент, когда было бы признано, что данное предприятие, производящее продукцию, оказывается вредит обществу. От экологии до фальсификата. Да, совершенно верно. Нам сейчас пишут и рассказывают о том, что у нас сыр там на 80%. А кто все это делает? Вот возникает вопрос, да, это же наша экономика, это наша промышленность, это наш бизнес, это наши владельцы средств производства, грубо говоря, и те наемники, в подавляющем своем большинстве у нас народ наемный, в общем-то, на предприятиях, которые производят то, что, в общем-то, их заставляют по сути дела производить. И они не могут здесь сказать, давайте производить по-другому, а на народном предприятии это реально сказать могут. Я хотел бы все-таки обратить внимание или точнее немножечко отвлечься. Вот в развитии тех моментов, о которых говорил и Павел Сергеевич, и Павел Николаевич, я хочу напомнить слова князя Голицына. Вот был такой князь Голицын в 18 веке. Знаете, что он сказал о сельском хозяйстве, о крестьянине. Он сказал, а зачем крестьянину достойно работать, если его труд, плоды его труда достаются другому. Вы понимаете, это было сказано в 18 веке. А Михаил Васильевич Ломоносов, Михаил Васильевич Ломоносов говорил так, что если работник будет участвовать своими силами и своими средствами в своей деятельности, в своей деятельности, то он будет осознанно стараться работать. А великий русский экономист, я обращаю фразу, обращаю ваше внимание на то, что я говорю великий русский экономист, Дмитрий Иванович Менделеев, это его слова, он себя считал экономистом, но не считал себя химиком выдающимся. Он говорил так, что артель и возможность работника участвовать своими складочными капиталами в организации и собственном производстве, это то направление, которое могло бы быть важным и перспективным для России в будущем. А есть еще Рейган, который отвечал Карлу Марксу, знаете, что он ему сказал? Он, когда узнал, какое количество предприятий в Америке находится, в Штатах, собственниками которых, совладельцами которых являются работники, он сказал, наш ответ Карлу Марксу, вот эти предприятия, которые принадлежат миллионам американских рабочих. Я могу привести к международному опыту, кстати. Да, международному опыту. Это сложная такая цитата. Вы поймите, кому принадлежит Роснефть? Я вам принесу журнал. Роснефть кому принадлежит? Государству контрольный пакет. А государство кому принадлежит? А кому принадлежит Роснефть? Так это народ? Вот вопрос, сможет ли народ повлиять на таких вот менеджеров по Роснано, Роснефти? Потому что мы все, по сути, являемся акционерами Газпрома, Роснефти и Роснано. Но реальных рычагов влияния на них мы не имеем. И законодательного в том числе. Павел Николаевич, вот все-таки, вот фильм, реальные рычаги влияния, пусть, собрание акционеров, контрольная комиссия, которая контролирует руководство предприятия, не знаю, формально, неформально, но оно работает, какие-то механизмы созданы. Свои люди туда избраны. Кто-то по списку директора, кто-то по списку коллектива, но тем не менее. Они отчитываются периодически. Все-таки само бытие, если ты влияешь на результат, оно рождает, на мой взгляд, сознание определенное, что ты действительно можешь повлиять. И может быть, из-за этого и предприятия не создаются, что человек участвует в экономической демократии, он учится в политической демократии. Такие люди-то в принципе нашему государству не нужны. Или, может, я не прав? Как вы думаете, почему очень многие ушли в офшоры? Не только потому, что они не патриоты, а потому, что это дает хоть какую-то гарантию сохранности твоей сути. Правильно. Государство сделало такую систему, в которой ты не веришь государству, в любой момент могут все, что угодно отнять. Вот так вот, раз, и все. Рейдером главным является по сути своего и само государство. Потому что оно только что показывало, как башне вдруг оказалось обратно к государственной собственности, а потом кому-то продается за небольшие деньги. И на самом деле главное не это, главное такое законодательство, и не только законодательство, но и исполнение этого законодательства, чтобы все поняли, что собственность, особенно народная, незыблема. Чтобы народ реально может повлиять на государственные предприятия, потому что, как это так, руководитель государственного предприятия с тысячу раз получает больше зарплаты, чем министр, который его назначает. И это такой сдвиг сознания, это огромный пласт работы. Вы говорили о том, что в Гражданском кодексе наконец-то появилось народное предприятие. Но дальше-то что? Является ли народное предприятие, то есть подпадает оно под закон об акционерных обществах, или если на него специальный закон нужно разработать, или статьи в законе об акционерных обществах, которые... Вопрос намного шире. Ответом на этот вопрос является обращение к ПРФ к руководству страны создания правительства народного доверия. национальных интересов. Когда будет контроль не только со стороны законодательной власти, у которой контроль в частности, как у нас, у оппозиционной партии ограничен, будет контроль со стороны оппозиционных партий в одном правительстве. Сейчас кризисное время, это международная практика, создавались и во время войн, во время кризисов, больших экономических кризисов, независимо даже от расклада политических сил в парламенте создавались такие правительства. А время сейчас тяжелое, мы поэтому хотим даже в этом плане Понимая, что самому президенту трудно вот эту коррупцию, вот этот произвол чиновников, произвол некоторых силовиков, которые фактически, получается, крышуют, предостановить, создав таким образом контроль через систему единого коалиционного правительства народного доверия, о чем Зюганов не раз говорил. Вот когда это будет, тогда мы сможем и блокировать вот эти вещи. Как сказал один сантехник, тут систему менять надо. Это понятно. Тут бесполезно, что тут систему менять надо. Ну вот, значит, в принципе, все эти годы, все эти годы, система понятна, Маша, все эти годы вот торпедировали инициативу людей, которые пытались внести какие-то изменения. Я просто думаю, что их пугает? Что собственность у народа будет или люди другие станут? На мой взгляд, эта собственность коллективная, она рождает других людей. Другое отношение. Все пока не вижу, чтобы они испугались. Честное слово, вот другое отношение к своему производству. Нет, ну, что я меня... Возможность управлять этим производством, она вселяет надежды на то, что я могу управлять и страной. То бы не было этих случаев с Башневкой и со всеми остальными. Это вид. На самом деле, отношение пока у власти не меняется. И мы почему говорим, что создается революционность? Он имел в виду отношение не у власти, а отношение в общественную. Почему они с таким упорством? Вот не хотят. Почему? В чем главная причина? Не хотят этого. 22 предприятия промышленных осталось. Промышленных 22. Что их пугает? Потеря собственности, потеря доходов, сужение своего кармана, когда он широк, а наполнение резко сократится тогда. А главное, в общем-то, в конечном счете, это потеря власти. Потому что какие бы мы красивые и грамотные стратегии не придумывали, кстати, стратегии долгосрочные нет до сих пор. И, в общем-то, это одна из причин того, что власть в этом не заинтересована. Потому что там все выстраивается именно в систему. Даже не в сантехническую, а в обычную. Тут сразу упираемся в стратегическое планирование. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот уже проявляются лимиты системного подхода. Это как пазлы. Они складываются все в одну картину. Возникает, вот если таких предприятий... Чем больше будет такого рода предприятий, это не панацея, безусловно. Но чем больше будет предприятий, основанных на коллективных формах хозяйствования, и в промышленности, и в сельском хозяйстве, это и семейные там какие-то... Понятно, понятно. Тем больше будет мотивация людей на перемены. Вот на этой ноте... Мы остановимся. Да, мы остановимся. И все будем стараться, чтобы таких предприятий было больше, больше и больше. Спасибо вам всем большое. Спасибо. На этом наша программа завершена. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова